Утром первого, мы на месте. Тринанс за работал, включи рейд от усколок вылаза. Изов принято, уезжаем. Сотрудники Нбекшинского Акимата и районного отдела полиции вышли в рейд по несовершеннолетним. В вечернее время члены комиссии проверяли компьютерные клубы и другие заведения с массовым пребыванием людей. В ходе рейда в одной из игротек, поле зрения проверяющих, попали двое подростков. Покажите ваше удостоверение личности. Если нет, скажите, какого вы года рождения, 1997-го. Сейчас мы это проверим. Молодых людей полицейские провели в один из стационарных полицейских пунктов. Фамилии и имена подростков сотрудники полиции ввели в компьютерную базу для уточнения данных. Как выяснилось, одному из задержанных только исполнилось 18 лет, и его полицейские отпустили. Второму же подростку до совершеннолетия не хватило несколько месяцев, и теперь его родители ожидают административное наказание. Так как вам еще не исполнилось 18 лет, вы не имеете права находиться в унеселительных заведениях после 10 часов вечера. Сейчас уже 22.35. Поэтому мы доставим вас в специальный центр, куда вызовем ваших родителей. После беседы с ними и заполнения административного протокола вас отпусят домой. В прошлом году и в начале этого года мы провели в общей сложности 71-й рейдовое мероприятие по профилактике правонарушений среди подростков. За эти месяцы мы составили 1010 административных протоколов. 900 из них на родителей несовершеннолетних, пребывавших в игротеке после 22.00, и 110 протоколов на владельцев унеселительных заведений. Сумма штрафов свыше 500 тысяч тенге. Такие рейдовые мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем. В час ночи на пульт 102 поступило сообщение с проспекта Рыскулова. Вызывавший водитель таксопарка «Гольфстрим» сообщил, что его автомашина подверглась нападению со стороны пешехода. «Проезжал мимо 11 микрорайона Орликино, где кафе. По дороге вот так один идет, стоит прям. Я ему начал это делать, сигналить. Вот, он вот так идет на машину. Я остановился, он начал отсюда, откуда пинать, рваться. Да, рваться в машину ко мне. Я поставил блокировку назад, сталкать и на базу дал команду «Беркут». Команду «Беркут» дал назад. Нападавший оказался пассажиром «Мерседеса», припарковавшегося рядом с заявителем. Полицейские проверили документы у водителя и предложили проехать в наркологический диспансер на свидетельство «Мерседеса». Не оставили без внимания полицейские и инициатора разборки пассажира «Мерседеса». Обоих участников инициатора полицейские доставили в местный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств конфликта. Розыгрыш призов от семечек «Хомка». Только с 1 декабря по 1 марта найди призовой купон в пакете с семечками и выиграй небывалое количество призов. Торопись, не прощелкай свой приз. Торопись, не прощелкай свой приз.